Доброго вам времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале. В данном видео мы будем смотреть с вами ваш торопрогноз на следующий период. Анализируем неделю с 20 по 26 сентября 2021 года. В работе у нас две колоды, основная это золотая тороплинта и вспомогательная это Эпик Лайт Ленорман. Настраивайтесь на расклад, на позитив, будем смотреть и анализировать, к чему вам готовиться, на что рассчитывать. Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? Жрица, рыцарь, питатель, десятка жирлов. Знаете, как все сразу навалилось, куча бытовых обязанностей, как бы нужна помощь и подспорье, но вы будете об этом молчать. Это первый момент. Второй момент, это горе от ума. Когда много знаний, много навыков, вы не знаете, как их применить. Это в основном касается тех, кто там завершил какое-то образование, но не может найти применение своим навыкам, своим способностям. Далее, это что в принципе вы все должны тянуть на этой неделе сами, причем длительный период. И несмотря на то, что вам кто-то обещает какую-то помощь и содействие, но этого не произойдет. Еще такой момент. Это выявить, допустим, родовые либо деструктивные программы, которые длительный период отравляли вам жизнь, ставили какие-то блоки. Но теперь вы будете заниматься вопросами чисток, вопросами, знаете, как в принципе убирания этих блоков. Что здесь еще? Это как от вас скрывается какая-то информация, которую вы хотите прояснить. Причем здесь, если смотреть, это каких-то планов относительно поездки. Причем поездка, я не вижу, чтобы она здесь была ваша. Здесь поездка вашего возлюбленного. Причем иногда это может быть связано с вопросами здоровья и связано по Пажу Пентакли с вопросами детей. Сейчас хочу дотянуть, что здесь еще. Да, рыцарь мечей. Это острая ситуация, которую нужно решать незамедлительно. Соответственно, человек будет двигаться в этом направлении. Давайте разбирать с вами поэтапно. Если мы эти арканы смотрим с точки зрения личной жизни, и вы на текущий момент свободны, это в принципе закрыться от всех и вся. Вам не до отношений. Вы не хотите никаких отношений. Вы пытаетесь вообще в себе держать всю тяжесть ситуации, которая произошла с вами. Никому ее не показывать, не выказывать. И к новым союзам вы пока эмоционально не готовы. Для тех, кто состоит в любовных треугольниках. Вот здесь токопатова ситуация. Потому что по десятке мечей вы можете здесь опасаться завершения отношений, какой-то кризисной фазы или конфликта. Но почему это в позитиве? Повторюсь, здесь вы проясните для себя ситуацию о том, что здесь идут родовые программы, либо деструктивные программы. Соответственно, вы их сможете убрать. И если же вы находитесь в стабильных связях, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Двойка мечей это вопросы, знаете, как противодействия, давление друг на друга, которое вы не вытягиваете. Но еще такой момент. Вам здесь может стать известна информация, которая очень длительный период скрывалась, которую вы, скажем так, эмоционально не потянете, о однополых связях, либо предпочтениях вашего партнера, о его, скажем так, бисексуальной стороне. Повторюсь, партнера или партнерши. Поэтому не все так просто. То есть, знаете, как ситуация, которая для вас будет как гром среди ясного неба. Еще что здесь может быть? Это когда вы можете партнеру заявить о своей бисексуальности, потому что надоело вам это как бы держать в себе. Хорошо, смотрим дальше. Если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы на данном этапе не работаете, то здесь та же ситуация, потому что приходится экономить как каждую копейку. Вот здесь видите, груз тяжелых обязательств, причем это уже длительный период. И видите, по восьмерке мечевой как загнанный в угол. Но не можете вы себе сейчас позволить лишних расходов. Здесь нужно экономить. Тем более, дно колоды семерка Пентакли, это как сохранять, экономить, пытаться хоть на что-то отложить. Хотя просто не из чего откладывать, если смотреть по картам. Но тем не менее, это попытки создать себе какую-то стабильность. Хорошо. Для тех, кто у нас в статусе соискателя. Не вижу работы. Но поймите, у вас, понимаете, вы мне часто пишите, какой же это позитив, если в позитиве один негатив. Но, ребята, я не могу трактовать карты против того, что им идет. Даже если с каждой картой мне считывать позитивную сторону аркана, а не теневое значение. Но какой вот позитив по пятерке мечей? Ну, только ваше какое-то вот негодование или озлобленность. Почему? Потому что по связке карт я вижу, что деструктивные программы перекрывают вам дорогу по всем фронтам. И здесь, соответственно, и с работой не клеится, с вопросами личной жизни и прочих моментов. Если смотреть ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником, королева мечей, опять же, это попасть под горячую руку руководства. Это вопросы проверок. Причем, смотрите, я же не подпасовываю карты, все достаю при вас. Но колоды башни. Видите, как кризисная ситуация. Я хочу вас порадовать. Нечем. Мне нечем вот порадовать. Дотягиваю для тех, кто имеет свой собственный бизнес. По королю мечей здесь размышления. А надо ли оно мне? Потому что, если посмотреть, в длительный период ситуацию это уже не вытягиваете. Если в плане состояния здоровья, это истощение всего организма. Акцент здесь, конечно же, на спину. Опорно-двигательный аппарат. Потому что может длительный период отдавать боли не в спине, а в другие системы ваших организмов. Там желудок, в сердце. Потому что, видите, жрица, это как искаженная ситуация, искаженное восприятие. На самом деле, может из-за щемления нерва болеть спина, а по факту вам отдают другие органы. Вы думаете, о боге, хватает сердца. Поэтому здесь нужна грамотная, хорошая диагностика. Но первопричина, ребят, у большинства, это все-таки деструктив. Хорошо. Что здесь в негативе? В негативе. Это в первую очередь, смотрите, пажмичи, правосудие и девятка пентакли. Итак, есть ли это вопросы раздела имущества? Судиться, знаете, как пытаться отстоять, отвоевать большую часть. Это подавать апелляционные иски относительно каких-либо материальных компенсаций, выплат. Либо там то, что он должен вернуть налоговое, либо еще кто-то. Потому что здесь как судиться за свои деньги. Еще это, знаете, как требовать выплаты алиментов. Вот требовать здесь выплаты компенсаций. По-другому это даже не назовешь. Сейчас даже натянем, что здесь. Но видите, десятка кубков. То, что касается семьи, рода, продолжения рода, дележки, вопросов наследства, имущества и материальной поддержки, материальной стороны вопроса. Совет по карте по ситуации. Королева кубков. Королева кубков, это в первую очередь, знаете, не то, что притупите свои эмоции. Эмоции вы должны свои слушать. Но в первую очередь прислушивайтесь к своей интуиции. Если необходимо, обратитесь к психологу для проработки каких-либо блоков, ситуаций. Это, в принципе, знаете, обращение к женщине, которая даст вам мудрый совет, направит, поможет. Сейчас даже посмотрим, в какой нише, в каких вопросах, в каких нюансах. Что здесь конкретно? Ну, видите, по Пажу Пентакли, это то, что касается детей и вопросов закрытия финансового канала. Почему я так говорю? Потому что семерка кубков. Возможности масса, а глаза закрыты. Внутренние блоки страхи. Вот видите, ваш внутренний дракон, который не дает вам двигаться дальше. Вы идете как на ощупь. Глаза прикрыты. Возможности масса, но вы их не видите. Хотя по тройке жезла двигаться нужно дальше, потому что перспектива есть. Итак, давайте подрезюмируем, подытожим. Потому что я уже предвкушаю комментарии. О боже, что-то тут намололо, все и близко не так. Я знаю, пишите мне такие вещи там очень часто. Не у всех тут будут вопросы бисексуальности. Не у всех здесь будут вопросы деструктива. У большинства здесь это как тягостная ситуация от бытовых обязательств и задач ежедневных. Но, тем не менее, эта неделя не порадует какими-то перспективами в плане заработка, повышения по карьере, либо изменениями в лучшую сторону личной жизни. Почему? Потому что здесь нужно прорабатывать внутренние установки, внутренние блоки, вопросы деструктива. Все то, что вас тормозит в вашем развитии. И давайте посмотрим неожиданность этой недели, этой семидневки. На что вам необходимо обратить внимание. У вас первая же карта вышла коса. Коса, медведь, сова. Тут может быть деструктив из-за мужчины. Причем у многих это связано с ребенком. Это первый момент. Но и второй момент это принимать какие-то резкие молниеносные решения. Проявить мудрость для того, чтобы отстоять личные позиции, личные границы. Это в большинстве будут касаться именно женщин. В большей степени. Почему? Потому что, знаете, как затянулась полоса каких-то неудач или препятствий. Поэтому вот так. Ну, как есть. Озвучиваем, как идет информация. В любом случае, мои хорошие. Я весь негатив для вас, как всегда, буду перекрывать позитивом. Чтобы все эти неблагоприятные моменты вас миновали. И так как вам необходима сейчас эмоция, поддержка и, соответственно, материальное благополучие. То таковыми картами мы вам эту ситуацию и перекроем. Чтобы с вами были и финансы, и стабильный, надежный тыл. Ваша семья и ваши любящие люди рядом. Вот таким для вас выходит расклад на следующую неделю. Я от вас по прошествии времени буду ждать информации. Напишите мне, пожалуйста, как он для вас отыгрался. Насколько был полезен, информативен. Отыгрался ли в принципе. Поэтому жду от вас обратной связи. Для тех же, кого интересуют индивидуальные консультации. Либо вопросы обучения на картах Таро. То ссылки на мои контакты вы всегда найдете под любым видеорядом. Либо в шапке ютуб канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. Легкой вам недели. И до новых встреч.